ЖКХ, благоустройство, социальная сфера, экология, жители микрорайона Чкаловска волнуют самые разные вопросы. Населению отвечает глава Щелковского района Алексей Ивалов. Вопрос-ответ. Уже не первый раз во Дворце культуры имени Валерия Чкалова проходят традиционные встречи руководства района с жителями. Населению отвечает глава района и города, депутат Московской областной думы, а также руководители профильных комитетов, управлений и отделов. Мы приезжаем сюда каждый раз для того, чтобы услышать и те вопросы, которые касаются всех, не только индивидуально, но и всех в общем, чтобы принять необходимые меры, принять необходимые решения для того, чтобы в будущем не допустить этой проблемы. Готов вместе с Алексеем Васильевичем, с своими коллегами, здесь сидящими, ответить на все интересующие вопросы, для себя пометить то, что необходимо рассмотреть на областном уровне. Что волнует жителей микрорайона Чкаловский? На злобу дня вопросы социальной сферы, например, сроки ввода в эксплуатацию детского сада в микрорайоне Гагаринский. Получено заключение о соответствии объекта, разрешенным параметрам строительства. Мы ждем до конца марта ввод детского сада на Гагаринске на 140 мест. Открытие в Чкаловском дополнительного офиса многофункционального центра государственных и муниципальных услуг – тоже вопрос, волнующий население. По мнению жителей, микрорайону жизненно необходимо хотя бы удаленное окно. Мы получили ответ о том, что в нашем микрорайоне Чкаловский не будет организован дополнительный офис МФЦ, потому что это нецелесообразно. Ответ у меня имеется по этому поводу. Хочу узнать, почему действительно нецелесообразно, ведь у нас здесь и Гагаринский, и Бахчеланджи к нам приедут удобнее, чем ехать в Щелково. По количеству населения здесь немножко не хватает, поэтому давайте немножко потерпите. Сейчас областные структуры вносят коррективы в эти расчеты, и это нам позволит открыть здесь окно удаленного доступа. Оно будет обязательно. Волнуют жители и проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Например, уже несколько лет в квартире одной из жительниц не нагревается полотенцесушитель. Такая же проблема и у ее соседей. Однако, по словам представителей управляющих компаний, коммунальщики просто не могут попасть в жилые помещения, чтобы разрешить ситуацию. Такой вопрос, кстати, уже не первый раз поднимается на встречу, несмотря на то, что решение проблемы четко обозначено. Создается комиссия, приходит участковый вместе с комиссией в эту квартиру, где мы видим, что нет доступа, именно там проблема. И решаем эту проблему. Участковый все готовы помочь для того, чтобы вместе с ГЖИ, который будет в состав комиссии сходить, открыть эту квартиру и привести в порядок стояк, который дает на полотенцесушитель тепло. Интересовали население и вопросы экологии, благоустройства, ремонта дорожного покрытия и другие. Также сообщить о проблеме участники дискуссии могли и в письменной форме. Все участники диалога сошлись во мнении, и такие встречи весьма эффективны и конструктивны. Такие встречи, они нужны, потому что они дают возможность задать вопрос и дают возможность держать на контроле тот или иной вопрос, потому что иногда обещают, но вопрос не решается, и поэтому на другой встрече, соответственно, можно опять обратить внимание на ту или иную проблему. Дарья Соснегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».